Более подробно на эту тему поговорим с правозащитником из Чечни Абубакар Янгулбаев с нами на связи. Здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. А вы с чем связываете подобную так называемую молчаливую мобилизацию в Чечне? Казалось бы, все же, как говорит Путин, хорошо с добровольцами в российской армии в целом, но тут видим, что учащаются и подобные случаи такого рода. С чем это вы связываете? В первую очередь с безответственным отношением в Чечне со стороны Кремля, где Кадров может делать все, что хочет. Он управляет Чечнёй самостоятельно и только в крайней ситуации, когда требует внимания именно этот так называемый вопрос целостность России. Только тогда обращается внимание на Чечню, а в остальной части все нормально, никого это не волнует. Я имею в виду из Кремля, и Кадров совершает те действия, которые совершает. И, естественно, вот эту вот так называемую скрытую мобилизацию. Честно говоря, её назвать прямо мобилизацией нельзя, потому что он когда даёт цифры, он ими манипулирует. По идее, это просто, я знаю, вот это действительно отправить на убой. Но вместе с этим манипуляция с терминологией, потому что это якобы добровольцы, и вот их со всей России собрали. И вот он говорит, что их отправили от Чечни, а значит, это подумается, что это чеченцы. Но вместе с этим проблема возникает в том, что понимание этой цифры, 8224, если я не ошибаюсь, перевыполнен план, не даётся точное объяснение этим цифрам, в том числе и по этой мобилизации, где он должен честно признаваться о том, что вообще-то добровольцев из Чечни, из этих чеченцев их нет. И их либо отправляют насильно, а все добровольцы — это так называемая сборная солянка России. Вот из последнего, да, то, что Путин хочет мобилизовать в 2024 году, 400 тысяч человек, об этом сообщает The Financial Times, и также Россия за год произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Журналисты The Financial Times отмечают, что западные чиновники встревожены фактом возрождения Москвы своей оборонной промышленности и прогнозируют, что несмотря на колоссальные потери российской армии в Украине, россияне смогут восстановить силы за 5-6 лет. И вот тут хотелось бы понимать, какая часть чеченцев участвует в этой мобилизации, или же здесь больше, конечно же, Кадыров оставляет, скажем так, для создания своей армии, своих батальонов. Да, из последнего он хотел создать свой батальон имени шейха Мансура. Перед этим тоже у него уже там несколько батальонов. Но вот последние в составе Росгвардии. Поэтому я спрашиваю, есть ли понимание, сколько чеченцев именно в этих призывах, в этих мобилизациях? И, конечно же, для понимания, деньги на все эти батальоны Кадырову кто дает? Или это внутренние чеченские? Начну сразу с самого интересного, скорее, с денег. Потому что уже есть миграция людей, которые уезжают из Чечни и из России. То есть, чеченская национальность, этнические чеченцы, будучи бизнесменами, их вызывает Адам Дельмханов к себе в президент отеля и требует у них денег. И прямо говоря, это на содержание батальонов. Это на содержание батальона такого-то, такого-то, такого-то. И помогается огромное количество денег. Это микитерство, которое до сих пор было в пользу просто чисто в карман Кадырова, теперь перешло в пользу кармана войны от Кадырова. И Кадыров таким образом дополнительно показывает свою лояльность и получает дополнительные бенефиты от Путина в качестве его личной поддержки. А что касается количества людей, именно этнических чеченцев, сколько там находится вообще в этих батальонах, это, к сожалению, тяжело выяснить, потому что списки не подаются. И мы, когда смотрим, мы пытаемся выяснить, получая какие-нибудь опубликованные видео или фото. По внешности все-таки удается отличить. Там бывают сильные разницы даже в России иногда. И не насчитывается, то есть, прям если посчитать, то нет, там не насчитывается более 20% именно в этих даже, вот так называемых, прям супер-чеченских батальонах, которые от Кадырова туда идут. И для Кадырова важно отметить, что на бумаге. На бумаге батальоны из Чечни. И в, так скажем, стереотипном понимании, значит, состоят полностью из Чеченцев. Но фактически это не так. Сейчас также важный момент, что сам Кадыров, не кажется ли, что Кадыров пытается каким-то образом какую-то свою вертикаль построить как альтернативу Путину? Быть может, и без указаний Кремля он также способен делать, либо уже делает какие-то, знаете, какие-то такие, производит действия даже в плане той мобилизации, даже в плане создания своей какой-то там частной армии. Ну, вы понимаете, да? То есть, может ли такая речь идти о том, что у Кадырова цели могут быть даже не пропутинские, а более прагматичные? В укор Путину, например. Вряд ли в укор Путину, но вот в укор постпутину, человеку, который может быть после Путина, вот этому да, потому что ему необходимо сохранить власть, потому что если он не сохранит власть в реалиях российской политики, тем более в реалиях Чечни, то это означает полная утилизация Кадырова, его рода. Это действительно будет кровавое месиво, то есть как в фильме «Резня бензопилой», вот это, возможно, может произойти. И Кадырову необходимо сделать очень прочный фундамент в рамках Чечни, чтобы постпутин согласился дальше работать вместе с Кадыровым, либо с, так скажем, преемником Кадырова, кто там будет после него, а он, конечно же, хотел бы, чтобы это был кто-нибудь из его родней, как минимум, кто-то будет заменять сначала до его сыновей, а потом уже, конечно же, сыновья, и им он разделяет свои определенные роли, кого-то он видит в качестве управленца, кого-то в качестве какого-нибудь министра, другого какого-нибудь военного. Да, такие планы у него есть, но ни в коем случае не в укор Путину, который прекрасно понимает, что он изобретение Путина, он создание Путина, и четко понимает свое место, знает, и когда он может потерять это чувство своего места, ему напоминают то, что сделали с его отцом, и судьбу его отца. Вы очень красочно и четко сказали, что про пост Путина там могут идти какие-то речи, а вот касательно Путина, тут, видимо, любовь на века. В свою очередь, новый район Грозного будет носить имя Владимира Путина, об этом сообщил сам Кадыров. По его словам, этот район в центральной части города активно строится, в него войдут 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социоинфраструктуры, ну а по словам Кадырова, решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина было принято до лет стата в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желание увековечить его имя. И тут я читаю параллельно с этим новости касательно скрытой мобилизации в Чечне, и у меня в голове не укладывается, так благодарность чеченского народа Путину либо Кадырова лично Путину тут же нужно разделять. И почему так мелко какой-то район, а не целый город какой-то бы назвать? Ну, жалко, что ли? Грозный, не буду переименовывать, на самом деле, потому что... Не касательно Грозного, другой город, неважно. Нет, ну тут идет речь о районе, да, новом районе. Вот у него новую, видать, строят, это будет по счету уже пятый район. Это будет очень интересно. Знаете почему? Потому что есть там район имени Байсангура Бенновского, который воевал против Российской империи, есть район имени Шейха Мансура, который тоже воюл первый, и тут Путин, да, это прям шизофрения, шизофрения, расщепление личности у того, кто там вообще это придумывает. Это что должно быть, какая каша должна быть в голове. Ну, это придется потом выяснять патологоанатому. Может быть, даже и не стоит руки марать, когда даже там уже профессионалы патологоанатому. Но не об этом. А вот касательно тех же чеченцев, которые не хотят мобилизироваться, как они могут свои права защитить, могут ли, и вообще, как это все происходит? Обращаются ли куда-то? К сожалению, нет сейчас возможностей. Да, обращаются, но нет на самом деле все еще в России ни одной такой, внутри я имею в виду России, нет такой стабильной организации, которая занималась бы вопросами предотвращения этой мобилизации. Есть несколько организаций, которые дистанционно помогают консультациями. Иногда происходит эвакуация при возможности. Но единственное, опять же, в Чечне это совершенно другой разговор и другая история. И тут у меня, например, нет никакого другого совета, кроме как уезжать из Чечни, менять свои места прописан, места регистрации и как можно далеко уезжать, потому что так или иначе будут приходить, так или иначе будут отправлять. Это кажется, что за тобой не придут, но за тобой обязательно придут. Тем более сейчас уже те самые кадыровцы, люди из системы, люди из зеловых структур, которые уже, они уже несколько раз побывали, и там вернулись, и все, у них уже есть возможность не ехать. И они должны просто предоставить человека, который поедет вместо него. И так они могут заставить кого угодно. Заставить кого угодно очень легко, просто кого-то берут в плен, кого-то берут в заложники и этим манипулируют, даже если ты уехал. Поэтому, как можно скорее, лучше уезжать, либо делать какие-нибудь юридические противовесные документы для того, чтобы также быть не мобилизованным. И вот это все, что сейчас... Перепереждать этот шторм, хоть он и длится очень долго. И, в свою очередь, я правильно понимаю, что могут ли быть ужесточения какие-то для чеченцев, если будет, например, какое-то неповинование вот этой мобилизации скрытой, которая сейчас происходит? Совершенно верно. Абсолютно. И мы, возможно, даже об этом не узнаем. Потому что эти усиления, они... Это симпровизированные экстессы исполнителей, то есть силовиков, которые им говорят, то есть у вас есть план, но брать столько-то людей. Желательно, ну, конечно, всегда этот план людей, он собирается и набирается из числа людей, которые там в чем-то правильни улезли, либо даже если не любят Кадырова, то есть теперь любить Кадырова это тоже часть обязательств. И в ходе этого исполнения такого, так скажем, приказа, набора людей, этот исполнитель, этот силовик может применять те или иные методы, которые ему покажутся приемлемыми. А потом Кадыров может его оправдать. Как было несколько раз, например, когда пришел один из сотрудников проверять документы, начал оскорблять там жену одного из того, хозяина дома, он на него напал, там произошла драка, и ему чуть ли не отрубили руку, чуть ли не застрелили, то есть последствия были такие, он лишился руки. И Кадыров оправдал этого сотрудника, который был причиной тому, что человек лишился руки, а другой человек вообще умер. Так что Кадыров, конечно, любой эксцесс-исполнителя, своего силовика, своего верно поданного, Кадыров будет защищать и отстаивать, как это будет делать, кстати говоря, и сам Путин. Ну, а вот еще, если так можно сказать, ответочка от Путина. Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова уже шестым орденом, в этот раз за заслуги перед Отечеством второй степени, и на днях кремлевский диктатор подписал соответствующие указы. Как говорится, в документе Кадыров отмечен за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социальное развитие Чечецкой Республики. Отметим, что орден за заслуги перед Отечеством вторая по значимости государственная награда России. А вы как считаете, за что эти награды уже в числе шести? И учитывая, что если вспоминать тогда поход того же Вагнера, целого коллектива на Москву, и Кадыровцы так и не доехали. Где-то там они застряли по дороге, в пробках, что ли. Но как-то они не сильно спешили препятствовать этому походу. Как вы считаете, за что эти награды? Я, честно говоря, даже запутался, сколько их у него и какова их значимость, их юридическая сила, насколько они вообще важны и нужны. Я полагаю, что Путин в целом может награждать его только лишь потому, что у Кадырова какая-то такая мания на эти ордена, на регалии, на значки. Это как в советских школах давали значок «Октябрёнок» или «Пионер», и вот он радуется. Видать, в его школьное время такого либо не было, а, ну он школу не закончил. Ну, я не знаю, я не знаю даже, как это, честно говоря, объяснить. Просто желание носить какие-то железяки на своём пиджаке. Только это. И также, поясните, пожалуйста, в данном случае, вот Наталья уже у вас уточняла касательно правозащитных мер, но в целом, а реально ли при Кадырове в Чечне как-то отстаивать свои права? Вообще, существует ли работа у правозащитника внутри Чечни и насколько она действенна? Я просто хочу опять напомнить, что в Чечне нет ни одного независимого правозащитника и ни одного независимого журналиста. Любой, кто туда попадает со своими независимыми идеями и желанием и ржавением работать, сразу же получает либо по башке, либо получает тюрьму, либо пропадает, пытки и тому подобное. Таких людей в принципе нет. и человек сейчас доведено все обстоятельства до такого состояния, что власть лезет во все области жизни, во все сферы жизни любого человека, в том числе и даже теперь в личную жизнь, когда они пытаются залезть к вам в личное пространство, они и лезут, и они считают, что это нормально абсолютно, они считают, что все должно быть открыто, публично и настаивают на том, что они являются мерилами того, то есть какие моральные ценности должны быть, какие не должны быть, от каких нужно избавиться, при этом это все может происходить, противоречить друг другу, вчера можно было сказать одно, а сегодня говорится абсолютно наоборот, люди не понимают этого, и сейчас, тем более в условиях войны, эти возможности у Кадырова для того, чтобы усиливать свой диктаторский, прямо уже насильственно диктаторский нарратив, они абсолютно безграничны, они даже теперь и ресурсов не требуют, потому что нет внутри не просто какого-нибудь военного сопротивления, там нет и гражданского сопротивления, там нет возможности не то, чтобы какой-то митинг провести или протест, там нет возможности провести даже одиночный пикет нигде, тотальный контроль, где, конечно же, нет возможности вообще вести нормальный мониторинг нарушений прав особого человека. Поэтому и приходится как-то работать через какие-то очень хитро выдуманные способы, чтобы получить хоть какую-то информацию по тому или иному прошествию. Спасибо вам, Абу Бакар, потому что действительно вы напомнили, что Кадыров даже не закончил школу. Это очень даже насмешило. И учитывая, что он даже своего 15-летнего или 16-летнего уже сына кучами наград обеспечил даже. И что тут уже говорить, действительно есть, наверное, какой-то пункт. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомним нашим зрителям. Абу Бакара Ангулбаева, правозащитник из Чечни, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.